Доброго дня, дорогие друзья! Утро начинается с прекрасного вида на море и на шведский стол, а также на бассейн. Очень порадовала, конечно, усуперирован возможность посидеть вот здесь свои номеры. Это очень красиво. И вот эта зелень на балконах выглядит просто восхитительная, с таким впечатлением. Можете увидеть уже люди на шведке готовятся поесть. Какой вид отсюда панорамной площадки открывается на море. Я уже там быстро был, искупался. Море после шторма немножко мутненькое, но хорошо, что есть бассейн для тех, кто любит кристально чистое море. Любителей Балясинах, которым я являюсь, это место будет вообще просто шикарно, когда их столько много. Мы спускаемся еще ниже, у нас тут клево каскадная такая лесенка небольшая. Здесь тоже зона отдыха. Есть теннисный стол, на который можно поиграть. Опять же зона для отдыха с лежачками есть. Выглядит очень симпатичный. Вот этот вот момент с растительностью, я думаю, запомнится вообще память и надолго. Ждем, как запустится уже бассейн, все гидромассажи. Вид снизу уже на сам отель Камелот. Бассейн. И вот та зона, где находится бар. Мне кажется, выглядит вообще очень симпатично. Мы идем на шведский стол. Мы хотим все с утра порадовать яичницам. Макароны люди. Чуть-чуть посолить бруху. Мы еще утренние котлеты. Вчера вечером, кстати, мы ели котлеты. Они были просто восхитительные. Конечно же, интересно посмотреть, какого качества здесь сосиска. Выбор фруктов очень большой. И овощей. Классно с той стороны, так отделены мы от подачи. То, что мы не видим даже поваров, которые там есть. Овощи нас. Помидорчик с утра. Это прям хорошо. Кто раньше приходит, тут вкусный мясо берет. Не завидите его на шведский стол. Колбаска. Сырье копчем. Бес творог, сметанное масло. Блинки нарезанные. И хлебочки. Только в очереди стоим. Ваше здоровье, ребята. Вкусно. Хотя давайте более пристно посмотрим. Есть какие-то завтраки. Есть вот такие вот слойки фруктовые. Блинчики сладкие. Марины просто. Запеканочка. Мишница. Омлет. Макароны. Каша. Овсяные. Милочные. Котлетки. Разнообразные фрукты. Овощи. Сыр. Сладости. Сухофрукты. Конфеты. Печенье. Большой выбор хлебушки. Молоко. Жемы. Кетчуп. Творог. Молоко сгущенную. Маслицу. Из напитков есть два сока. Чаи. На выбор молоко. Ряжемый йогурт. Толку зона в тени для того, чтобы поесть. И туда дальше можно выйти на бар. Термопод для чаев. Кофе. Это эспрессо. Американый кофе с молоком. Мой завтрак. Это овсянка. Кофе. Йогурт. Сок я выпил. Творог. Яичница с котлеткой. Сейчас будем пробовать. Пока я набирал, эти все доложили. Сосиски, колбаски, блинчики, блинчики. Кстати, с творогами. Чтобы вы знали, я не лопну. Буду есть руками вилку нельзя. Еще решил добавить блинчиков. На шведский стол приехал. У тебя все оплачено. Ты должен сожрать все. И съесть больше, чем даже заплатил. Очень вкусная каша. Каша съедена. Теперь я хочу попробовать котлетку. Вчера вечером нам принесли покушать. И котлеты. Было прям очень вкусно. И сегодня так же, ребята. Мясо я уберем. Сосисончик. Прям все вкусно. После отеля в Сочи, когда мы там за 500 рублей жили в сутки, от завтрака ничего особо не ожидаю. Сейчас все, что я ем, это нереально вкусно. Особенно на морском воздухе после внутреннего купания заходят на раз. Давайте колбаску. Помидорки розовые, даже не красные. Друзья, завтрак просто однозначно круто. Пробуем йогурт. Как давно йогурт-то не пьем. Простите, что руками, но так вкуснее. Винчики просто сокроведение. Я уверен, что вашим детям понравится. Я думал, он мне рассказывает про слойку. Она горячая. Это прям что-то с чем-то. Я ее съел. День прям удался. Думаю, пойдем, я возьму еще йогурт. Прихожу. А там, короче, наггетсы появились. В общем, я решил продолжить наш обед. Ай, завтрак. Простите, это только я завтракаю. Зашлифуем мы это все творожком. Сверхом. Я все эти дни худел. Что худел, то не худел. Начался гидромассаж. Я думаю, что мне уже пора в бассейн. После такого завтрака, обеда, ужина. Вам всем здоровья. Здесь бар. В таком части, или бар, находится в бассейне. Прям из бара можно зайти и выйти в бассейн. В зону джакузи выглядит прям вообще. Очень красиво. Молодцы, что так сделали. Здесь идет и как ресторан. Можно заказать себе покушать. На выбор разнообразный. Также и здесь. По ценнику можете увидеть. Ну, в принципе, ресторанное блюдо, я хочу сказать, что даже немножко дешевле. Это барная карта, допустим, какие коктейли можно выпить и цены на них. Пишите, там, дорого-недорого будет. Интересно услышать ваше мнение. Я просто, допустим, в алкоголях вообще не ориентируюсь. И мне было бы интересно услышать мнение наших алкогольных экспертов. Пиво по 150, допустим, за 05. 14.08. Здесь будет день рождения. Ольга Гусев будет уступать. Анимационная программа, которая сегодня будет с 10 утра и до 22.30. Видите, потихонечку тянутся. Очередей никаких нет. Все так тихо, мирно происходит. Даже интересно. Радует, что запустился вообще витромассаж и фильтра. И выглядит все поинтересно. Жалко, я вчера не успел посмотреть, как он выглядит вечером. Пассеян, я представляю, именно с подсветкой. Тут вообще, наверное, вот так. Если люди готовятся к загоранию, российская действительность. Складут полотенчики на лежак и уходят. Блин, мне это вообще так радует. А если бы кто-то пришел, полежал, вышел, мне кажется, поток людей бы шел, все было хорошо. Мужик там очень до 3 лежака зател. Это вот другую сторону, вид с отеля тоже. Горы, холмы. Там еще вид сияху. Зон для отдыха много. И сезон улыбка. Честно, прям прикольно. Мне в этом формате прям очень нравится. Интересно, в Турции так же? Или хуже, или лучше? Потому что сейчас девушка разговаривает. Он говорит, что про лежаки спрашивает, почему вы так делаете? Она говорит, что мы были в Греции, Турции, Египте. Там везде так и происходит, что люди приходят, занимают лежаки. Почему, говорит, совершенно не зависит от национальности. Происходит с любыми. Ребята, что вы так делаете? Объясните, я не могу понять. Номерок, в котором проживает 407-й. То есть зелень, конечно, на балконе прям очень заходит. Здесь пришли, сели, посидели. Красота. На самом деле, даже как-то не верится, что в таком месте находишься. Массейничек, там дальше морешка. Просто виды на щекарнище. В общем, тем, кто имеет возможность отдыхать в таких местах, ребят, вам шикарно отдыхает, чтобы все у вас получалось. Сейчас давайте посмотрим нашу комнату. Хочется показать, как выглядит номер на перезаселение. Мы сюда только занесли вещи и включили кондиционер. Есть такая двуспальная кровать. Рядышком две брашки. Картина висит. Номер, сказать, что большой, это ничего не сказать. Он огромный просто. Вот такой вот стол. Можно его поближе поставить, допустим, к дивану. Диван, я думаю, тоже раскладывающийся. Два стаканчика водичка, барашюрка, рассказывающая о сети отеле Континент и конкретно гостевом доме Камелот. С этой стороны вы можете видеть, что работает спецсистема. Есть такой довольно-таки внушительный холодильник. Чайная станция меня очень сильно порадовала. Помимо того, что здесь очень красиво все это оформлено. Вот такие вот чаечки. Зеленый и черный. Индийский подписан. Есть для девочек вот такой вот столик для того, чтобы прихорашиваться. Пуфик рядом с ним. Отдельно кресло, телевизор, телефон. На полу покрытие ковролин. И здесь такой вот подиум. На нем стоит место для хранения шкафчик. Здесь в нем имеются белые тапочки. Я одни уже нацепил. Шотка для обуви. Есть полотенце, сейф и еще халат. Вторая дверца сделана ростовым зеркалом. Здесь дополнительное одеяло, плечики. Куда можно разместить ваши большущие чемоданы. Также в номере есть санузел. Туалетная комната исполнена в таком формате. На полу блиточка огромная. Просто зеркало, есть фен. Тут еще висят полотенца, есть раковина. Разнообразные мыльные принадлежности. Шапочки для мытья. На туалете такая надпись про дезинфицированную. Я такого не видел, ребятки. Биде есть и душевая кабинка. То есть все полностью здесь присутствует. Я не могу этого все не сделать. Мы же в отеле. Этот номер в сутки стоит 7000 рублей. Это на двоих человек. Также есть здесь стандарты, которые стоят 5250. Есть скидки. Можете им позвонить, узнать, что почем. А мы сейчас отправляемся на море. Посмотреть, во-первых, дорогу и как оно там. Время 9.23. На всех лежаках уже лежат полотенца и ни одного человека. Российская действительно сверху. Лежаки еще остались свободны. Лежачки, кстати, если что есть свободные, можно взять и доставить. Отдыхаем в сети Continent. Это группа отелей. Отели наши называются Камелот Хотел. Есть у них еще Альпийская долина и Центр раздавления Неумывайкина. Здесь, кстати, тоже в этом отеле можно получить разнообразный комплекс услуг. Все так сделано в стилизации замка. Мы идем сейчас на ресепшн и на выход. Типа читального зала можно взять книжечки, почитать. Щит с копьями и опускаемся вниз. Вот зона отдыха с кондиционерчиком работающим. Рецепшн именно здесь находится. И таксимул от Рукостила дома, так как это замок Камелот. Есть такой вот меч. Пробуем. Слушайте, ручку можно отломать, но меч не вытащится. Беспехи. Очень красиво выглядит. Текстилизация, конечно, новая. Выходим в рецепшн. Вот такой фонтанчик. Мангальная зона с беседочкой. Можно посидеть. Какая детская зона. Вот смотрю, кто-то работает с ноутбуком. Люди сидят. То есть под деревьями, наверное, можно что-то мягкое положить, даже поваляться. Выглядит довольно-таки симпатично. Программирование. Мне на вид очень нравится. Здесь мы выходим с отеля и проходим напротив. Здесь есть детская комната и тренажерный зал. С детками тут занимаются. Они рисуют и проводят разнообразные активности. Также можно прийти самим взглядом и поиграть. Разные различия. Даже есть пианино, ребят. Вот так выглядит. Вот так есть. Тренажеры, беговые дорожки, велосипеды, наборы гантелей, силовые тренажеры. То есть все то, что вам может вообще понадобиться для поддержания своей физической формы в хорошем состоянии. Пойти подкачаться. Надо-надо. Здесь вот такой вот шикарный дворик, дорогие друзья, куда можно выйти посоверцать красоту. Здесь по весне цветет магнолия. Также есть такая вот зона отдыха, куда можно вызвать официанта или прийти сюда посидеть. Тут также разрешено курение с видом на садик внизу и на горы с морем. Друзья, в 100 метрах от самого отеля Камелоп находится центр оздоровления Неумывакина. Давайте немножечко о нем тоже вам расскажем. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Виталий Лукасевич. Я являюсь главным врачом оздоровительного центра Неумывакина. Этот центр уникален тем, что здесь используется авторская методика Иван Павловича Неумывакина, которая основывается на голодании. Поэтому в этом прекрасном месте люди приезжают к нам на 14 или на 21 день и получают полный курс запатентованной методики. Поэтому за 14, например, дней многие люди здесь избавляются от многих заболеваний. А самое главное, что впоследствии они хотят быть здоровыми без таблеток. Это наш слоган, но для тех людей, которые все-таки боятся голодать, еще не подошли к этому ни умом, как говорится, ни сердцем, есть прекрасные методики, которые подразумевают питание. Поэтому есть программа иммунодетокс, есть просто детокс, есть программа остеоплюс направленная, порно-двигательный аппарат. И есть небольшие пищевые паузы, где человек может попробовать в роли голодающего и впоследствии принять решение уже на длительную полноценную методику. Приглашаю всех в наш замечательный центр. И вы всегда отсюда уедете с хорошими результатами. Спасибо большое, друзья. Вся информация есть под видео. Можете зайти, почитать. Я думаю, что это будет полезно. У меня пока не хватает времени немножко. А вот после сезона я думаю, что мы с вами заедем и попробуем. А вдруг станем молодыми и красивыми. На море из отеля Камелот можно попасть двумя способами. Один красивый, сказали мне, с фальками совсем можно пойти вот так направо, спуститься и через центральный выход попасть на пляж. И другой есть, более короткий, 7 минут, мы через него и пойдем. Выглядит здесь, конечно, очень симпатично. Все, особенно в стилизации замка. И вот так вот с заплетенными стенами, вином. Это прям очень круто. Еще и львы на входе. Машинку я припарковал вон здесь. Может, вы видите, здесь парковочка. Еще дальше есть парковочные зоны. Также есть еще зона для курящих. С видом на горы, на море, то есть провести время. И чуть дальше тут еще одна детская зона есть. Вот, например, как это. Вот в видео я показывал, но оно было еще пасмом. Так сказать, солнышко не выглянуло. Рано утром я ходил. Песочницы есть, тички поют. Аромат цветов. Шикарный. Вот здесь тоже можете видеть, что скамейки. И разные детские такие активности, на которых могут ваши детки провести время. На самом деле, очень приятно видеть такие места, за которыми идет такой уход. Вроде бы в общем доступе, но в то же время такие вот шикарные отели. То есть реализованы, все сделано. Все свеженькое, все новенькое. Сюда нам надо пойти вниз. Нам рассказывает о том, что здесь есть рядышком. То есть полностью все подсказывается. Уютные, утонченные улочки. Не знаете, что поразило? Здесь такая тишина стоит. Просто нереально отдыхаешь от всех шумов. Идешь, тут виноград растет. Прямо так по-крымскому. Ничего не идет. Так это смотрится. Везде вот эти видящиеся растения. Любимая актурика айва уже. Как уж красивейших просто растений. Бабочки. Как этот цветок, кстати, называется? Глядь, напишите. А здесь, смотрите, вот такие желтые. Не надо забывать, что мы на ее бокам. Вот уже и пальма во дворе. Вышли на набережную. Никольский храм. Маяк с левой стороны достопримечательный, друзья. Там вот есть скалы. Здесь отдыхают люди. Кстати, берег здесь, видите, такой мелкий камшик перетерпный, как у нас тут. Людей на пляже, в принципе, в утреннее время не так уж и много. Но они присутствуют. Я думаю, что как и у нас в отеле, они только еще просыпаются, скоро выйдут на набережную. Но даже здесь присутствует белокаменная набережная. Видите, есть места, где можно покушать. Калиян, блюдо из морепродуктов, барабуля, бафар, стаблитка, форель, семга, шашлык. То есть очень много вкусной рыбки предлагают. Но еще не все заведения открыты. У нашего отеля, вот с правой стороны, есть свой пляж. То есть переходим через речку. Вот мы умываем на центр оздоровления. Реклама как раз таки того отеля, в котором мы отдыхаем. Привлекательный центр. Кураж есть. И здесь, в искусстве, наш пляж. К нам относится пляж. То есть приходите на пляж, много лежаков. Навесики, в самом море. И с левой стороны так же. Хватно услуги. Допустим, Бунгала можно снять. Вот такая территория. Гонки большая, обступила даже. Я ожидал только маленькое что-нибудь. Так-то очень много места. И если сегодня вот море мутноватно. Я с утра искупался. Меня порадовало, что несмотря на мутность, от моря нет никаких лишних запахов. А это самое главное. После наших, конечно, пляжей, в таком отдыхе тут можно только мечтать. В плане того, что кто очень сильно не любит людей, то есть водка, пожалуйста, практически никого нет. Температура воды, как я говорил, 26. Температура воздуха 29. Мне кажется, уже можно прикупить мороженое на пляже. Вот он в цене. Отдельно хочется отметить, что на пляже есть Wi-Fi. Причем вот такие скорости его дает. Очень круто. Он сам подключился. Откуда удивился, мне кажется, поищей начали на телефон подходить. Вот так вот, ребята. Сервис можно купить, выпить. Есть кафешечки. Ну, допустим, кафе «Жигули» второй этаж. Продаются еще куча всяких сладостей, напитков и алкогольных. И не только. Пивасик здесь можно взять 90-50. Белая скала – 85. Крымская, нефильтрованная – 75. Крым. Ялта, пиво. Металуклы по 100 рублей на 5. И Крым «Жигулевка» по 75. Мальтайв. В шейфбук он написан, что по чем. Вон, мохит, допустим, 160. Водичку обычно можно купить за 60 рублей. Минералка за полкинистые полторашка. То есть цены, в принципе, одинаковые, как везде. Вот он на пиво. Цены. Тубор тот же самый 90. Козел по 100 рублей. Это прямо на берегу моря, друзья. Пожалуйста, цены. Это основной проход к морю. Потому что здесь, видите, красивая такая аллейка с торговыми рядами. Единственное, у нас уже все в это время открыто. Сейчас тут свет 9.56. Мы с утра, кстати, хорошо позавтракали. Но вот кафешечки, видите, на втором этаже. То есть здесь все есть. Агава, красивее. Слушайте, уютно. Мне нравится. Я могу сказать, что набережная небольшая, уютная. Видно, что море очистится. С той стороны, видите, какое голубое. Здесь немножко серенькое. То есть с утра здесь искупался. А тут написано «Купание запрещено». Смотрите, не было, не было. Какая волна пришла в фильме. Как это красиво смотрится. Мы еще идем на Сырную скалу. И тут вот надо хороший обувь, ребятки. Не было волн, люди подходили. Теперь волны, очевидно. А вот аккуратно. Смотрите, ребята вообще отчаянно заплыли. На камне сидят на них сверху. Ну, а нам все-таки штурмовать и подниматься туда наверх. Несмотря на то, что здесь есть удобные лесенки, я вам все-таки советую брать хорошую обувь, чтобы было более удобно. И вы не соскользнули вниз. Потому что на самом деле это прям очень важно. Не убиться. Эти люди спускаются. Кто-то здесь прям отдыхает. Туда есть подъем наверх. И вот здесь есть еще один подъем. Ну, и, конечно, симпатичные смотровые. Им, конечно, очень сильно радует такими вот местами, как эта сырная скала. Либо сырная мысь, мне его назвали. Так, аккуратно. Шаг за шагом. И мы с вами выходим на замечательное видевое место. Очень красиво. За счет чего они названы сырными скалами. Ведь в этих породах, скорее всего, это лавовые отворения. Вот такие вот дырочки. Ух ты! Ребята прямо туда ходят, ныряют. Я думаю, что это местные пацаны. И просто живописнейший вид на эту бухточку. Еще пару шажков. Ого! Вот туда прямо очень сильно ходишь красивых фотографий. Там вот люди рискуют. Хотя, я думаю, мы сейчас туда тоже отправимся вместе с вами. Ой, они там действительно как сырные такие в дырочках. Очень круто. Я только понимаю, что я сейчас стоял вот на этом обрыве, делал фотографии. А подо мной ходят люди. То есть, это как теща низыка, он висит вверху. Блин. Страшненько, на самом деле. Спуститься и посмотреть на сырные скалы. Вот как раз таки с их выеденной стороны поближе. Это прям очень интересно. Слушайте, я смотрел на обзоре, видел в одной челканке, вообще не восхитился ими. А я сюда пришел, и мне прям оно очень нравится. Выглядит это прям очень круто. По крайней мере, к мне заходит. Особенно в момент, когда разбиваются волны. Это выглядит еще и страшно. Страшно красиво, ребятки. Посмотрите, какие-то космические какие-то рельефы. Шкалы такие выведены волнами. Мы шкала составим фотографиями. Это выглядит, это действительно, ну, очень круто. Мне, по крайней мере, нравится. Напишите, как вам будет, понравился на камеру или нет. О, забавно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok смотрим с вами ребят заходим то есть на улице играет музычка я закрываю дверку я думаю для многих это будет важно все тишина лежи кайфуй отдыхай разместили здесь то есть большущая двуспальная кровать есть тумбочка пуфик еще одна тумбочка такшеры вот можете увидеть лампы здесь у нас телевизор с таким вот столиком и холодильник внутри имеется в каждом номере при заселении стоит водичка кстати очень вкусно в ту я сам выпил на место для хранения выглядят вот так вот сейфом с полочками здесь у нас уже нету халатов плечики все есть одеялки есть эти с полой в том номере просто как младенец ну а санузел здесь кстати вот сушилка можно поставить на балконе здесь нету получается вот именно твоих стульчиков чтобы ты вышел посидел но есть и беседки все во дворе этого хватает есть раковина зеркало фен набор мыльных принадлежностей и кстати мы стол номера не обижайте себе взяли не очень красиво сделано на самом деле бутылочки такие как бы и с их надписью то есть континент сети отелей выглядит прикольно очень хороший качественный шампунь унитаз так смотрите продесинтезирована такая надпись прикольно и душевая зона тоже просто огроменная в общем здесь санузел как полкомнаты самом деле еще больше чем в том джинир сити был хотя и там тоже место предостаточно после прогулки на море так как с утра купался и по времени немножко ограничен чтобы максимально много вам показать информации пришел на бассейн сейчас здесь будет начинаться анимация и мы с вами за нырнем немножко проплывем под такую музыку это будет чистый кайф ощущение вообще конечно очень классное бассейнчик просто нереально освежает и вот когда ты выходишь просто с номера пошел плавать это конечно круто стоит жалко что люди поступают нехорошо занимая лежаки ими не пользуются потому что вот те кто покупаются здесь бассейне всем бы хватало лежачков то что многие на море а их полотенчики здесь но это вот свободно есть лежачки тут еще стульчики добавлены так что принципе отель делает все возможно людей не победить здесь содержание хлора в норме потому что плавал с открытыми глазами глаза сразу под большого количества хлора закрываются здесь отлично водичка прям супер тепленькая классно бассейнчик ну офигенный по-другому не скажешь потому что купался больших бассейнах и там только ныряющая привыкла к это закрытыми глазами глаза открывающего сразу это анимация началась ребята уже мяч играет кто хочет участвовать 12 до часу у нас проходит обед который кстати тоже включен ну по нашим браслетом то что все по-разному немножко отдыхают кто-то только завтрак под с обедом и радует что появились свободные лежачки и которых можно поваляться полотенчики поубирали саллоба те кто заходит на полный пансион вы приходите садите за столик к вам подходит официант спрашивает ваш номер и то что вы заказали уже приносит как выбор заказа можете посмотреть сейчас выглядит выбор на обед который сегодня садится вот кстати прикольный рядочком бассейном такой отдых получать довольно-таки интересный ну и здесь конечно вот этот антураж с потолком вроде все так просто но так красиво это улучшает атмосферу отдыха я взял компот и он на вкус просто восхитительный я честно этого работа давно не пил вот такие вот салатики это у нас дежурное блюдо продегустируем салатик очень душистая масло очень вкусно свежие овощи самое главное в крыму крымский лучок на первое у нас окрошечка по ходу как я люблю крошки не с колбасой а именно с мясом очень вкусно сама водичка я не могу понять что это прям интересно самая вкусная крошка которая какая-либо ел и все именно из-за бульона какой-то пузырчатый очень вкусно я обычно люблю знаете как салат перемешано прям что он густой густой был а здесь и ем и прямо души я сейчас попробую узнать что за бульон секретный рецепт минеральная вода смешанная с майонезом из горчицы вообще а мне настолько прям понравилось честно это было очень вкусно ну наверное надо знать консистенцию на второе друзья у нас вот такое блюдо красивейшие макарошки с подливкой и котлетки котлетки рыбные с макарошками посуду принесли чтобы от каждого блюда была своя вилочка какие они нежные тысячу лет не ел рыбных котлеток и я уже объелся как вам ребятки отельчик понравился нет молодцы что приглашают блогеров рассказать о себе да не для любого принципе отеля хорош на темы это ничего не стоит и вы получаете максимальной информации фу для меня это честно не отдых это еще больший объем работы приедь сними смонтируй выложи приедь обратно но интересно рассказывать о классных местах и видеть благодарный комментарий от вас надеюсь что после этого видео сюжета мы их тоже увидим в крым тишина спокойствие красота если вот море чуть пошли мило это такой вот минус который компенсирует в отеле бассейн можете видеть что люди кайфуют а еще плюс отель это что вайфай здесь и на пляже я человек который приехал с краснодарского края у нас людей говорят что местная сеть тут работает много денег за это берут поэтому для меня вайфай это прям большущий выход с вами был юрий оздоровский спасибо за просмотр надеюсь что вам понравился обзор и я увижу вас комментариях также нажмете на кнопочку подписаться и поделиться и сделайте мне приятное и мы для вас танцуют ребят музыка в видео играть я ничего отсюда никогда не заработаю поэтому и чтобы понимать обзор тоже сделан бесплатно деньги не брал даже бензин за свой счет кайф вечером возможно мы сегодня увидим с вами на трансляции на вечернем представлении здесь